Приветствую вас, Наталья. Давайте разберем ваш вопрос. Я сначала отвечу вам на вопросы, а потом несколько общие постараюсь дать обратную связь именно на то, что вы написали в целом. Итак, вероятно, большинство людей больше следят за порядком, чем я. Как им это удается? Ну, я бы не сказал, что прямо больше. То есть, большинство людей я бы не сказал. Вот, я думаю, что не большинство людей. Я думаю, что есть люди, которые, да, может быть, больше внимания уделяют порядку, чем вы. Это правда. Ну, также есть люди, которые куда более нерастливы в своем отношении и к окружающей среде, и к другим людям, и к гигиене. Ну, например, они не следят за, допустим, своими зубами. Если у них там появляются, грубо говоря, допустим, кариес, да, или дырки, как у них выразился в зубах, то они вот с этим ничего не делают. Вот, они просто оставляют это и, значит, ну, мучают, страдают и мучают, вероятно, ну, других людей тут тоже. Вот. Поэтому я бы сказал, что здесь во многом это сравнение. Вот. То есть, все познают сравнение, вот, и люди, в общем-то, они все разные. Я бы не стал, я бы не стал, я бы не стал, эм, так вот, говорить про ботинство людей. Дальше. Как им это удаётся? Зачастую привычка, зачастую определённая необходимость, когда, э, ну, допустим, есть, вот, требования, э, ну, как бы требования окружающих, вот, присутствуют требования окружающих. Не знаю, если вы, ну, понимаете, что я имею в виду, вот, эм, присутствуют требования окружающих, присутствуют привычкам, вот, присутствуют ценности, ну, то есть, история, история здесь, она, именно, вот, про, э, ценности больше. История здесь, именно, про, э, важность для человека. Вот. А, у кого-то, конечно, есть, э, э, мотивация, то есть, ну, там, какой-то опыт, опыт в жизни, у человека, может быть. Вот. А, ну, зачастую это привычка, которая, по-пам, просто становится, вот, что-то, что называется, частью человека. То есть, изначально, ну, дети, они не хотят, вот, убираться, да, они не любят, там, ну, тратить на это время, так же, как, так же, как и вы, вот, они не любят этого, но, вот, это делают всё равно, потому что, вот, это, порой, это становится именно привычкой уже. Дальше, эм, так, они не находят этого, нет, у нас такое разращающее, видят с ним хоть какой-то смысл? Нет, кто-то не находит, кто-то находит, опять же, разный, может быть, смысл, смысл, что-то, может быть, иметь жаду в порядок, да, иметь жаду в порядок, мне лично нет, и это здорово. Знаете, мы здесь подходим к такому важному, как мне кажется, моменту, вот, который заключается в том, что вы хотите, как будто бы, поменять что-то в твоей жизни, только потому, что это, вот, вроде как, ну, вроде как надо. Но при этом вы говорите, что беспорядок лично вас не тревожит, беспорядок лично вас не оправит, вот. И я не очень в таком случае вижу для вас мотивацию меняться. То есть мне кажется, что вам слабо, бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-точно видится идея права зачем, а что поменять. в своей жизни, если вам не мешает беспорядок, если вам не мешает то, как вы живёте. Дальше идём, такое отношение к окружающей меня в среде это следствие воспитания или может характер? Ну, поскольку характер в том числе формируется в воспитании, то я бы сказал, что и того и другого. Я также думаю, что, ну вот, подобное отвращение ко всему, что связано с, ну, с уборкой, с порядком и так далее, это следствие определенного какого-то опыта в вашем детстве. Может быть более поздний возраст. А может быть, вы всегда были так вот. То есть, вот, всегда вы, вот, всегда вам было особенно противно, там, заниматься вот всем, что касалось-касалось какого-то порядка чистоты и так далее. Вот. Ещё есть, на мой взгляд, важный нюанс, когда порядки чисто, кажется, больше пространства. Когда больше пространства, то кажется, что меньше устойчивости. Ну, меньше устойчивости. Меньше устойчивости. Ну, меньше устойчивости. Когда меньше устойчивости, человеку легче почувствовать угрозу. То есть, то есть, границы, личные границы, вот, точнее, внешние границы, лучше чувствуются при беспорядке, вот, когда пространство меньше, меньше, соответственно, я бы мог сказать, что, возможно, вы в глубине души себе не очень доверяете, вот, и, как бы, вот это вот недоверие может быть. Я бы сказал также, что очень важно понимать, что то, что вы описываете, не патология и не болезнь, вот вы говорите, что вы тревожный и пьёте антидепрессенты, это, конечно, куда более важный способ. История, вот, может быть, беспорядок это следствие тревоги, может быть, нет, но антидепрессенты без психотерапии совершенно точно никакого эффекта не дают, и тревога совершенно определённо вам не идёт на пользу, вот. То есть, если, то, чему посвящена основная часть вашего текста, может быть, как полезная, так и бредная, то есть, здесь однозначной истории нет, нет, и это может быть вашим выбором, это может быть вашей индивидуальной особенностью, то вот тревога совершенно точно ничего хорошего вам не даёт. Кроме того, тревога это следствие неиспользованной энергии, то есть, тревога это та энергия, которая вы подавляете по той или иной причине, вот, соответственно, энергия остается у вас нереализованной и она накапливается. Накопление также ничему, ничему хорошему не приводит. Дальше. Такое отношение к окружающей среде, меня, это вообще норма или патология? Как я и сказал, любое проявление может быть как нормой, так и патологией. Патология, мне кажется, определяется степенью, в первую очередь, нанесения вреда человеку самому себе и окружающему. То есть, вы описываете, вреда не несу. Вот если бы, например, сказала бы, что, знаете, я хочу там, ну не знаю, построить отношения, к примеру, хочу построить отношения, да? Вот, хочу, чтобы у меня была пара, чтобы у меня была семья, чтобы у меня были дети, ну вот. И я понимаю, что, ну, ребёнок, например, не может, не может, маленький ребёнок, ребёнок не может жить в такой вот среде. Ему нужна, соответственно, чистота и так далее. Вот. И, да, здесь, конечно, это больше походит на патологию. Но почему? Потому что это не мешает вам, как бы, получить то, чего вы хотите. Если вы не хотите детей, если ваша личная жизнь никак не соприкасается на данный момент с тем, как вы живёте, и никак не мешает то, как вы живёте в вашей личной жизни, то это абсолютная норма для вас. То есть норма определяется, как раз таки, вот этими моментами. И, конечно, если бы вы обращались к врачам, например, к психиатрам или к психотерапевтам, вот, вам, вероятно, бы сказали, что это патология. Но мы не врачи, мы психологи, поэтому лично я для себя не вижу никаких оснований для того, чтобы называть это патологией. Если бы вы сказали, что я очень люблю чистоту, безумно люблю порядок, безумно люблю чистить зубы и прочее, но не могу этого делать, потому что... Потому что вот у меня не получается этим заниматься, я постоянно откладываю это, хотя очень люблю, из-за этого страдаю. Даже это не является патологией, а является скорее конфликтом, противоречием, но не патологией. Как-то так. Дальше. Теперь в общем, если мы говорим, ну вот, просто несколько слов про... В целом, ваш текст. У меня складывается такое ощущение, что у вас много протестов. То есть, вот вы говорите, что, значит, я люблю симпатичные смотки, но никогда не в ней наречаюсь. Мне лень или как-то всё равно на свой внешний вид. Говорите вы. За исключением волос, за ними я ухаживаю постоянно раз в три месяц выпрямления, там, подкрашивания корней, обновления цвета и так далее. Вот я бы здесь, именно в этом моменте, мне кажется, что в этом моменте проявляются как раз такие определенные конфликты, да. То есть, вот, то, о чем я говорил несколько раньше. Я бы здесь обратил внимание вот на что. Эмоционально, 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 чувственно, волосы для вас, очевидно, выделяются. У вас к ним, что называется, особое отношение к своим волосам. И, на мой взгляд, было бы здорово, если бы вы его, вот это, вот это особое отношение к волосам видели бы. То есть, было бы здорово, если бы вы постарались бы определить, а чем волосы для меня такие особенные. Чем, вот, что они такого, чем они для меня так важны. Не в том смысле, что, чтобы обесценить, там, или, там, я не знаю, чтобы, эээ, вот на этом, на этой основе заставлять вас к всему так относиться, нет. Задача, задача не в этом, по крайней мере, моя, моя задача в том, чтобы вы увидели, что происходит. Да? Чтобы вы лучше себя узнали, чтобы вы лучше себя поняли, чтобы вы лучше себя изучили. Сейчас мне кажется, вы для себя, в определенных моментах, эээ, как будто бы, знаете, такой, незнакомый, ээ, человек, который, как будто бы, вот, чужой, местами. Это не очень приятно, поэтому, хотел бы вам помочь. Дальше. Эээ, вы любите шмотки. Пишите вы. Ну, не нарезайте, с вам лень. Эээ, смотрите. Важный момент. Эээ, любовь к шмоткам. Здесь. Это про что? Это про некоторый образ, может быть, ваш. Это может быть про некоторую часть вас, ну, некоторую, вот, сторону вашу. Это может быть про какой-то нюанс. Или это может быть что-то глобальное. То есть, вам, мне кажется, нужно постараться выделить в любви к шмоткам то, что действительно вас вдохновляет и радущее власть. Или, наоборот, увидеть в этой любви к шмоткам то, что вас, напротив, подавляет. Так же, как вы видите то, что подавляет вленье. И что вдохновляет вас и радущее вленье. Мне кажется, что если вы внимательно присмотритесь к этому, у вас появится возможность, что называется, дифференцировать свои чувства. Вот, то есть, ну, более, более близко к ним, вот, что называется, присмотреться. Вот, у вас получится это сделать. И тогда вы сможете лучше понимать, лучше отдавать себе отсчет в том, то ли сейчас происходит то, что вы хотите, например, или нет. Вот это, мне кажется, очень важный момент. Не менее важно то, что у вас прямо ненависть к чистке зубов. Почему это власть? Дело в том, что именно ненависть, именно ненависть, это всегда про то, что мешает, ну, я бы сказал, комфорт. То есть, это то, что мешает какому-то равновесию. И получается, что для вас чистка зубов это не просто нелюбовь или выбор нечистых зубов, который, кстати, вполне может быть. И это абсолютно нормально. А для вас это что-то больше, для вас это что-то более неприятно. Ну, соответственно, я думаю, что поработав с этой ненавистью, можно было бы увидеть, можно было бы увидеть, выделить то, что там может быть еще. И, соответственно, если у вас такое желание есть, то это как-то вот подкорректировать, прожить, подкорректировать, посмотреть, а действительно ли вы ненавидите чистку зубов. Может быть, сама чистка зубов для вас, там, значит что-то вот такое, да, что не имеет ничего общего к, собственно, вот, чистке зубов, опять же. Вот. То есть варианты здесь такие. Ну, понимаете, именно ненависть, не именно ненависть, как мне кажется, чувство достаточно сильно. И если вы чувствуете именно ее, то, скорее всего, как-то это вас задевает, как-то это вызывает у вас переживания, вероятно, не связанные с самой чисткой зубов, но связанные, например, с контролем, который вам достаточно болезненно воспринимать. Вот. То есть я думаю, что, в целом, глобально, если ваша история может быть конфликтной, если в ней есть некоторая, допустим, чрезмерность, то это история про контроль. Это история про контроль и про недоверие себе. Только она такая, несколько инверсивная. То есть есть люди, которые не доверяют себе и, отношаясь негативно к контролю, стараются все держать в чистоте и порядке. В том числе, ну вот, в том числе и других людей. У вас это наоборот. У вас это идет от протеста. И вам кажется, что протест это такой способ, такое средство от контроля. И, может быть, это правда, в определенный момент. Но, как бы, ваша ненависть и, собственно, самый опрос, говорит о том, что явно вам этого недостаточно. То есть не получается вот этим добиться какого-то спокойствия, удовлетворения. Плюс еще у вас приводит. Приводит, что у меня поработать отдельно. Дальше. Вы пишите, я ощущаю потребности справиться от положения веществ и содержаться в более чистом состоянии. Ладно увидеть, что это за потребность. Это может быть как раз та потребность, которую вы ненавидите. Вместе с этим очень огромное сопротивление и раздражение. Но я не понимаю, почему так происходит. Это про злость и про то, что где-то вы эту самую злость не выражаете. Где-то вы ее подавляете, где-то вы ее блокируете. Так что я бы эти места поискал. Я бы эти места постарался бы выразить, постарался бы прожить какие-то моменты, где вы не выражаете свою злость. А дальше уже смотрел бы по ситуации. Я бы не стал рассчитывать на то, что вы станете чистюлей. Но то, что ситуация как-то вот может быть улучшится, это факт. Дальше. Следующий момент. Почему-то вы говорите о том, что есть мнение, что так же у тех, у кого есть нужда. То есть те, кто плохо зарабатывает. Я бы сказал, что здесь есть некая стереотипизация у вас. И как будто бы, знаете, что-то вроде какого-то может быть, не знаю, стыда. Вот. Только стыда не за то, что вы вот такая, да. А этот стыд как будто за что-то другое. Я сейчас не могу сказать за что. Но когда я читал про вот этот стереотип, где вы пишите, что я хорошо зарабатываю, если у кого-то есть предубеждение, мне почему-то возникло ощущение стыда. Я не могу именно сейчас сказать, с чем это связано, и гадать не буду. Вот. Но предлагаю вам об этом подумать. В этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Пожалуй, последнее, что хотел бы сказать, это то, что, мне кажется, вы гораздо более приятный и теплый человек. И гораздо больше, мне кажется, почему-то вас любви, тепла и нежности, чем вы это показываете. Мне кажется, что вы боитесь это показывать, потому что станете ещё более не свободны. Вот. Если это так, то вы можете научиться научиться и демонстрировать эти качества, если вам хочется, если они есть, и, напротив, не демонстрировать, если этого не хочется. Потому что то, о чем вы говорите, чистота, порядок, здоровье, это всё-таки больше про заботу. Если вас по ощущениям забота, любовь делает не свободной, и вы боитесь, что это не свобода, то, конечно, вы будете не в чистом виде. Так. Повторюсь, это всё не в чистом виде. Не в чистом виде. Нет такого, что вот сейчас вы научитесь быть более благодарным, более тёплым, более любящим, более заботливым, и сразу всё станет чисто. Нет. Но, это из многих кирпичиков, кирпичиков состоит, из многих моментов состоит. Это один из них. Мне кажется, мне кажется, что достаточно важный. Удачи! 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 Продолжение следует...